Жизнь в руинах. Светлана Аксёнова только что вернулась туда, где был её дом. Снаряд попал в её дом два дня назад. Тут живут люди. Надпись была нацарапана на двери, когда прибыли российские войска. Село было оккупировано в начале войны. Российские военные находились здесь в течение двух месяцев. Три недели назад украинцы освободили его. Светлана говорит, что за эти два месяца она даже не видела российских солдат. Это потому, что бои были настолько тяжёлыми, что она ни разу не вышла из подвала. Особенно последняя ночь мы сидели в подвале. Мы думали, это всё. Дом сложится. И погребе завалит нас. С нами были наши животные, собака и кот. Я даже хотела сейчас приехать кота забрать. Я не могу его найти. После того, как украинская армия отвоевала село обратно, почти все жители уехали в Харьков, поскольку бои продолжаются. Российские позиции находятся сразу за соседней деревней в пяти километрах. Скорее всего, снаряд, попавший в её дом, прилетел оттуда. Если не завалится или если не добьют, то может будет куда вернуться. Но даже если некуда будет. Я мужу сказала, хоть в погребе буду жить, но дома. А пока она вернётся в город и будет ждать, когда здесь закончатся бои.